Всем добрый вечер, девочки! Вот хочу вам показать острую игольчатую. Я ее выполнила из изолона. Из изолона цветок, а листья из фоамирана двоечка. Вот, понимаете, хочу вам просто пояснить, потому что из каждого материала попробовала. И из изолона единичка, вот теперь из двойки, из фоамирана. Пришла к выводу, острая игольчатая хороша из изолона двойки и из фоамирана двойки. Это я вам точно говорю. А если, как вот я вам вчера делала мастер-класс из фоамирана единичка, то это лучше, знаете, ну, как для украшения. То есть броши, заколочки, вот как. Это я вам тоже проверенно, именно проверенно говорю. Так, значит, что я вам еще хотела сказать, мои хорошие? Девочки, хочу своим поделиться, что, значит, из таких астр я, вернее, такими астрами я буду украшать светильник. Одно время, помните, я делала розами, украшал светильник. А теперь хочу этими астрами. Почему? Потому что у этого цветка само дно хорошее. Она очень хорошо ляжет на этот светильник, приклеится. Только вот насчет зелени, да, здесь надо подумать. Значит, идей очень много. То есть, если у нас эти цветочки будут соединяться между собой с каким-то промежутком, с небольшим, то может, возможно, в этот промежуток просто сделать, нарезать из фоамирана тонкую травку и как-то красиво ее оформить. В общем, над этим вопросом, конечно, буду думать. Вот такая астрочка, астрочка игольчатая. Вот так. Ну, все, наверное, что хотела я вам сказать, мои хорошие. Делайте из изолона, да, изолон или фоамиран дойчика. Это, на самом деле, выполняется она очень легко. Вырезаются кружочки. Вот эти кружочки мы делим, делим, делим на такие части, которые, наверное, составляют где-то 0,4-0,5 миллиметров. Вот. Обрабатываем немножко над феном или над газом, кто как привык. Вот. Серединку, видите, я делала. Я делала ее тоже из изолона, но цвет шампань. Не белый, чтобы не было резкого контраста. Вот. И мне кажется, получился нормально. Все. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok